Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ватман, и я стараюсь для рубрики «Самый быстрый автомобиль для свободной сессии» искать действительно годные автомобили, чтобы рассказать о них вам. Долгое время я рассекаю по карте GTA Online на четырёхместном седане Uber Match Revolter, относящемся к классу спорткаров и добавленным с обновлением «Судный день». Нравится он мне из-за внешнего вида и технических характеристик, позволяющих нагибать 90% транспортных средств в спонтанных заездах по карте. Внешне я сделал его похожим на Audi A8 и посадил внутрь перевозчика Джейсона Стэтхема, близнецом которого я и являюсь в реальной жизни. И долгое время я рассматривал этот мощный седан бизнес-класса как удобное и презентабельное средство передвижения по городу, нежели авто для гонок, пока не решил загнать его на свои треки. И тут, как говорится, даже я офигел, потому что буду говорить о нём как о конкуренте, кого бы вы думали, Ацелота Парри и немножко Гротти Итали Джей ТО. Продается этот монстр на сайте Legendary Motorsport за 1 миллион 610 тысяч долларов. Ацелот Парриа стоит чуть дешевле 1 миллион 420 тысяч, а Гротти Итали дороже 1 миллион 965 тысяч. Основным прототипом в реальной жизни является Cadillac Escalo Concept. Передние фары скопированы с Audi TT MK3. И тут я снова офигел, когда узнал, что модель TT тоже разделяется версиями Mark. Думаю, опрессоры скоро заполонят весь мир GTA. Если говорить об интерьере люксового Cadillac, то скопирован он с интерьера внутриигрового суперкара True Fate Nero. Участок длинный прямой подошёл к концу, и время револтера составляет 1 минуту и почти 11 секунд. На общей таблице это 5 место. Конечно, 5 секунд разницы с Ацелот Парриа и 8 с Гротти Итали не делает его конкурентом этих спорткаров. Но прямая нам для того и нужна, чтобы проверить максимальную скорость, которая раскрывается как раз на длинном участке. И по времени видно, что максималка Cadillac не ахти, поэтому он и не попал в топы среди спорткаров. Поэтому мы уже перешли на каскадёрскую гонку с множеством спусков, подъёмов и каскадёрскими трубами. Здесь время напрямую зависит от разгона, управляемости и массы тестируемого аппарата. И здесь же мы смотрим варианты кастомизации. А их-то тут и нет. Вам не удастся поменять ни бампера, ни крышу, ни капоты, ни выхлопные трубы. Вообще ничего. Только возможность нанести раскраски. Здесь они все являются разновидностями военной фантазии разработчиков, и ставить такую раскраску на автомобиль бизнес-класса – это как страдать особой формой колхозного тюнера. Среди вариантов окраски можно выбрать основной цвет. Это бока, бамперы и багажник. Дополнительный цвет – это капот и крыша. Цвет интерьера – моя любимая охра алькантара. И, конечно, эмблему банды. На этом уникальный тюнинг револтера заканчивается. Особенностью технической составляющей тюнинга является отсутствие изменения подвески, которое напрямую влияет на остроту управления. Но если вы загоните этот автомобиль в мастерскую подвижного командного пункта, Эвенджера или Арены, сможете воткнуть в передний бампер пулемёты. Сразу скажу, стреляют они только перед собой, а мощность у них, как у пробки от бутылки шампанского, летающей по комнате в новогоднюю ночь. Особого вреда не причинит, но в глаз кому-то прилететь сможет. Так что пулемёт этот, если не бесполезен, то пользы принесёт уж точно мало. Отсутствие же из полера не даёт тяжеловесу достаточной прижимной силы, задней оси у него в крови, причём NPC-шек, размазанных по филейной части этого спорткара. Хотя его сильно спасает полный привод, который не только обеспечивает поистине сумасшедший разгон, но и сильно корректирует курс, легко меняющийся мощностью 8 цилиндров под капотом. И за всё время езды по трубам каскадёрской гонки, это первый автомобиль сочетанием мощности полного привода и массы, в котором позволяло ему набирать скорость на протяжении всего участка. Чем-то напомнило флаги, позволяющие Гротти Италии GTO скакать, как и шаг на кочках и развивать самую большую максималку в гонках. Время же, показанное Ubermatch Revolter, составило 1 минуту и 46 секунд. А на общей таблице это второе место и офигевший от происходящего Ацелот Пария. Да и Италии GTO уже отправился на нервный перекур. В принципе, всё это объяснимо. Если взять GTO, Парию и длинную прямую через всю карту, то на старте Италии вырвется вперёд, но читерский Ацелот, благодаря лучшей максималке, догонит Гротти через некоторое время. Главное, чтобы хватило длины трека. Ubermatch же на старте является серьёзным конкурентом Италии GTO, оставляя позади несчастную Парию. Это всё проверено тестами, можете убедиться сами. Но максимальная скорость Кадиллака значительно ниже, поэтому на прямой он показал плохое время. Зато в гонках по трубам, где он тяжелее, и на городских улицах, где длины не хватает, чтобы Парий полностью раскрыть свой потенциал, полноприводный Revolter с лёгкостью наращивал отрыв. Самым имбовым спорткаром он не стал не только из-за плохой максималки, но и из-за тормозов, которые физически не могут быстро остановить инерцию от первой космической скорости, умноженную на массу этого люксового шаттла. К тому же отсутствие регулировки подвески обрекает его на валкость управления, а это далеко не то, чего хотят от гоночного автомобиля. Но Кадиллак, к тому же ещё и люксовый, это детище американского автопрома. А как мы с вами знаем, они любят большие размеры и плавность хода. Этакие корабли на колёсах, поведение в игре которых и повторяет спорткар Ubermatch Revolter. Время, которое он показал на финише, 1 минута и почти 14 секунд. Было очень много попыток догнать Гротти Италии. Первый заезд и время 1 минута 15 секунд, затем 1 минута 14, после чего улучшение на пару десятых секунды. И время в 1 минуту и 13 секунд мне улучшить так и не удалось. На общей таблице это снова второе место, в конец расстроившийся Ацелот Пария и расшатанные нервы Италии ГТО. Пришло время подводить итог. За цену в 1 миллион 610 тысяч вы получаете 4-х местный спорткар, который при нормальных руках не оставит шансов распиаренному Ацелоту и будет постоянно дышать спину Гротти Италии. До тех пор, пока все три гонщика не выйдут на автостраду. Там у Revolter, конечно, не будет шансов. Если только оппоненты не допустят ошибок и их не развернет посреди трассы. К тому же при желании вы можете установить на него броню. Скорость от этого только возрастет, а вот управляемость и торможение станут еще хуже. Я же специально ее не ставлю на все тестируемые автомобили, потому что считаю, что лучше маневренность, чем максимальная скорость. В конце концов, практически все гонки в игре имеют повороты, и если в них нет длинных затяжных прямых, у Revolter есть все шансы одержать победу. А Роксар, кстати, намекали об этом седане как конкуренте парии с добавлением противоборств автоколонна ремикс. В первом ремиксе шла борьба между Бэтмобилем и Скромным Джетом, которые в свободной сессии являются альтернативами друг друга. В ремиксе 2 конкурентом бронированной Курумы является бронированный Дьюко Деф. А в ремиксе 3 как раз конкурентом парии выступает Уберматч Револтер. Не думаю, что выбор противников здесь был случайным. Хотя, возможно, это просто одна из моих параноидальных догадок. Переходя к теме интерьера, повторюсь, что за эти деньги вы получаете не только технически быстрый автомобиль, но и красивый и детально проработанный спорткар, как внешний, так и внутренний. Красивая, а главное видимая приборная панель, торпеда, идущий под наклоном ТНЛ и не похожие ни на какие другие сидения, сочетающие в себе спортивные повадки гоночного болида и элегантность престижного автомобиля. За время тестирования у меня накопилось очень много неудачных дублей, так что пришлось выбирать наиболее эпичные. А у меня на этом всё, с вами был Ватман, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok